Улица Советская, дом 3, квартира 5. И хотел бы, чтобы это было быстро. Вот у вас, слышал, у вас есть такой перевод в форсах. Привычная просьба клиента отправить перевод, только в непривычных условиях. Рабочее место, скорее декорации. А каждое слово, каждое действие оценивает жюри. Это практическая часть регионального этапа конкурса на лучшего оператора связи. Оксана Иванова – одна из десяти участниц. С заданием справилась она отлично. Сказался и пятилетний стаж работы, и, конечно, усиленная подготовка. Наверное, недели две у нас было на подготовку. Ну, это я совмещала, конечно, и с работой. И работала с 8 до 8, в выходной день у меня, когда было, приходила, опять же, на почту, готовилась, где-то что-то читала, литература какую-то. Цель этого конкурса – определить мастерство наших сотрудников, значит, повысить профессионализм наших работников. И я думаю, что немаловажная задача – это позволить самым лучшим операторам Вологодской области иметь возможность друг с другом обменяться производственным опытом. Все конкурсантки – это лучшие сотрудники региональных почтовых отделений. «Золотой фонд», как их еще называют. И теорию должны знать, и новые услуги уметь предложить. И при этом проявить максимум терпения, вежливости и внимательности. За этими тремя пунктами жюри следит особенно, ведь даже в небольшом районном отделении связи к оператору обращаются по 200 человек в день. И не всегда с благодарностями. В адрес Почты России обычно звучит много нареканий. Посылки и письма доставляются поздно, а то и вовсе теряются. По оценке специалистов, чтобы ускорить темп работы, в России нужно построить около 40 автоматизированных сортировочных центров. Пока их всего два. В основном используется ручной труд, а рабочих рук, как известно, не хватает. В целом работу Почты России можно оценить как на 3+. Почему не 4 и 5? Это связано с тем, что, конечно, очередь. Первая очередь, большие очереди. Вторая проблема, как нам видно со стороны, что это техническое. Постоянно у них ломается что-то. По словам руководства, Почте России срочно необходима модернизация. Часть услуг предприятия являются убыточными. А потому в правительстве страны уже активно разрабатывается новый закон о почтовой связи. Но, несмотря на все проблемы, те, кто уже посвятил себя этой профессии, уходить никуда не собираются. Я люблю свою работу. Работа интересная, работа с людьми. Конкурс на лучшего оператора связи проводится в четвертый раз. По мнению жюри, качество подготовки растет. Вологодские операторы связи могут составить достойную конкуренцию коллегам из других регионов. Победитель областного этапа поедет на окружные соревнования, которые пройдут в Калининграде уже в мае. Алина Шипилова, Василий Попурин, Новости Вологды.